Аспортируется, соответственно, подъезд к малобюджетному спортивному залу. Безусловно, конечно, это все. И поддержка региона, губернатора, которая реализуется в рамках индивидуального плана социально-экономического развития Мостовского района. Такой документ подписан губернатором два года назад в отношении трех районов. Это стало возможным благодаря активной позиции депутатов районного совета. Депутатов местного, местных советов, которые смогли сформулировать совместно с нами, саккумулировать предложения и конкретную программу, которая была одобрена в итоге, подготовлена всеми министерствами, департаментами и включает в себя ряд мероприятий, в том числе те, о которых я говорю, а это означает и отдельные этапы финансирования, как проектных работ, так и последующих работ по строительству и реконструкции. Сейчас в работе находится объект капитального ремонта сетей водоснабжения в поселке Псибай-1, подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений городского поселения, стоимость которых выше 400 миллионов рублей. Этот объект будет финансироваться в перспективе. Проектно-сметная документация профинансирована администрацией Краснодарского края на условиях софинансирования Псибайским городским поселениям. И это объект индивидуального плана, и безусловно, в ближайшие годы эти очистные будут реконструированы. Это значит, у вас появится 100% уверенность в том, что комплекс по сбору очистки сточных вод будет эффективно, качественно работать в ближайшие десятки лет. Продолжается работа по спортивной школе в поселке Псибай-1, изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию объекта, это бывшая баня. В будущем году мы ждем финансирования, и на базе этого учреждения будет базироваться, и сейчас базируется, и будет уже в более новых, комфортных условиях базироваться велошкола. Есть совместные планы с Министерством спорта открыть здесь краевую велошколу. Вы знаете, наши спортсмены добиваются высоких результатов на соревнованиях по горному велосипеду. Соответственно, предварительно Министерство имеет намерение согласиться с нашим предложением и в последующем выделит сюда ставки краевых специалистов и организует эту работу на более высоком уровне. К этому будем в поселении обязательно двигаться. Сейчас находится на стадии заключения контракт, и тоже средства краевого бюджета выделены на проектирование газопровода, подводящего к поселку Перевалка, в последующем, как и, собственно, к пяти населенным пунктам, крупным нашего района, общий объем финансирования более 100 миллионов рублей на проектные работы только о строительстве этих пяти газопроводов, в том числе и Перевалка, это порядка миллиард двести. Все эти вопросы находятся в индивидуальном плане, находятся на персональном контроле Министерств и ведомств в части их реализации. Псибай, как вы понимаете, получит в ближайшие годы возможность газифицировать Перевалку, ну а уже сами сети по населенному пункту, это вопрос Газпрома в рамках программы до газификации. Как я уже сказал, завершается строительство малобюджетного спортивного комплекса общей стоимостью свыше 80 миллионов рублей. Спортивный зал поселка Псибай отремонтирован за эти годы. Сейчас мы находимся в стадии выполнения проектных работ по капитальному ремонту стадиона. Это следующий этап развития и совершенствования материально-технической базы спортивных учреждений. Ряд проектов реализован по государственной программе региональной политики и развития гражданского общества. Это ремонт братской могилы воинов, погибших в боях в Великой Отечественной войне, в поселке Никитина, в поселке Псибай в Верхнем парке. По государственной программе развития культуры за эти годы, сейчас, вы знаете, ремонтируется, был этот дом культуры, в два этапа ремонтировался дом культуры ювилейный. Сейчас в ремонте находится поселок Псибай-1, дом культуры. Это тоже двухэтапный ремонт. В школе искусств поселка Псибай были заменены, соответственно, кровли, отремонтированы фасады здания, ремонт электропроводки, приобретены музыкальные инструменты дополнительные. По государственной программе развития образования на условиях софинансирования при помощи депутатов ЗСК была отремонтирована столовая пятой школы, выполнен частичный ремонт зданий с заменой оконных блоков садиков до номер 2, 10 и 11, выполнен капитальный ремонт дома детского творчества поселка Псибай. И все это, конечно, кто-то может сказать, здесь есть районные полномочия, поселенческие полномочия. Я специально не разделил эти объекты, потому что реализация любого объекта в территории требует общего взаимодействия между региональной властью, а иногда и федеральной, когда мы говорим о федеральных проектах, таких как комфортная городская среда, взаимодействия депутатов районного, поселенческого уровня, естественно, исполнительных органов власти района, поселения. Мы никогда не делим полномочия, и ни один из моих заместителей никогда не скажет ни одному из глав поселений это ваши полномочия, исполняйте их самостоятельно. Мы работаем единой дружной командой, будем продолжать это делать вместе. Я думаю, именно поэтому у нас есть о чем сказать сегодня. И провожая Анну Николаевну, я абсолютно с уверенностью говорю, что в истории Псибая ее руками будет вписана определенная летопись, о которой можно будет вспоминать и ее родным и близким, и тем, кто с ней работал, и депутатам, которые трудились, рука об руку с ней или плечом к плечу. И, безусловно, вам будет чем гордиться, уважаемые псибайцы. Да, наверное, кто-то может сказать, да разве же это достаточно? Это всего лишь капля в море. И тоже будут правы. Я не перечисляю вам суммы, которые в объектах этих находятся. Поверьте, это сотни миллионов рублей. И в нынешнее непростое время даже это должно нас, безусловно, радовать и требует от нас максимальной концентрации в реализации этих проектов. На основании протокола территориальной избирательной комиссии Мостовская о результатах выборов главы псибайского городского поселения Мостовского района и сводной таблицы к нему, составленной в соответствии с данными, содержащимися в первых экземплярах протоколов об итогах голосования, полученных из участковых избирательных комиссий после предварительной проверки правильности заставления указанных протоколов путем суммирования содержащихся в них данных. Территориальная избирательная комиссия Мостовская решила признать выборы главы псибайского городского поселения Мостовского района состоявшимися и действительными. Считать избранным главой псибайского городского поселения Мостовского района зарегистрированного кандидата Букина Алексея Игоревича Известить зарегистрированного кандидата, избранного главой Псебайского городского поселения Мостовского района, об его избрании. Направить настоящее решение для опубликования в редакцию общественно-политической газеты Мостовского района «Предгоре». Контроль за выполнением пунктов 3 и 4 настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Мостовская Хиврич Светлану Викторовну. Приглашается избранный глава Псебайского городского поселения Букин Алексей Игоревич для вручения удостоверения. Поздравляем избранного главу. Спасибо, Елена Анатольевна. Итак, уважаемые депутаты, предлагается следующий проект решения. На основании решения территориальной избирательной комиссии Мостовская от 14 сентября 2018 года за номером 93 733 о регистрации избранного главы Псебайского городского поселения Мостовского района, Совет Псебайского городского поселения Мостовского района решил считать Букина Алексея Игоревича, вступившим в должность главы Псебайского городского поселения с 16.00 часов 19 сентября 2023 года. Второе. Опубликовать настоящее решение в газете «Предгорье». Третье. Решение вступает со дня его подписания. Кто за то, чтобы утвердить проект решения Совета о вступлении в должность главы Псебайского городского поселения Мостовского района? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Нет таких. Принято единогласно. Уважаемый Алексей Игоревич, прошу вас на уставе Псебайского городского поселения Мостовского района принести присягу жителям Псебайского городского поселения. Прошу всех встать. Псебайского городского поселения Мостовского района. Обещаю соблюдать конституционные законы Российской Федерации, устав и законы Краснодарского края, устав муниципального образования Мостовский район, устав Псебайского городского поселения Мостовского района, нормативные акты местного самоуправления. Основной своей задачей считаю улучшение благосостояния каждого жителя Псебайского городского поселения. Клянусь, как глава Псебайского городского поселения, хранить, развивать и приумножать достижения нашего поселения. Работать открыто и честно, чтобы оправдать доверие избирателей. Направлять все свои силы, опыт и знания на процветание Псебайского городского поселения во славу Кубани, на благо России. Спасибо, прошу садик. Слово предоставляется Лосунову Сергею Викторовичу, главе муниципального образования Мостовский район. Поздравляю вас с избранием, с вручением и вообще с вступлением в должность. Именно с сегодняшнего дня, с этой минуты, пойдет ваш официальный срок работы в должности главы. Вы человек, имеющий опыт, работали в администрации Псебайского городского поселения, в должности заместителя. Не понаслышке знаете эту работу. Поэтому, наверное, смело можно сказать, прощаясь, спокойно с жизнью. Это точно. Но я уверен, что вы абсолютно осознанно шли к этому. А это вселяет уверенность, что вас это, а, не пугает, и, б, вы готовы, в эту пучину окунувшись, добиваться результата. Я приведу вам, наверное, простой пример. Не погружаясь в детали индивидуального плана, вы должны понимать, что сегодня у муниципального района 26 объектов находятся одновременно в строительстве и проектировании. Еще 10 лет назад это был один-два объекта. Ну, условно, там, ремонт, капитальный ремонт детского садика на 10 миллионов рублей и какой-нибудь проект спортивной площадки. Людей не добавилось ни одного. Времени стало меньше. Видимся с заместителями меньше. Совещаний проведем меньше. Больше проводим совещаний в телефонных режимах. Часто не видимся днями, потому что кто-то в Краснодаре, кто-то на месте. Вот я желаю, чтобы у вас в Сибае была выстроена в команде такая же работа. Мы поработали с вашей командой при строительстве спортивного комплекса. Люди эти сегодня в администрации. Надо перестраивать работу, коллега. Я в деталях вам расскажу, потом о чем я. Но работу придется перестраивать. Либо эти люди научатся работать по-другому, либо вам придется найти других людей. Это требование времени. Это не мое желание. Я в этом смысле полностью и целиком отдаю это на ваше решение. Никаким способом я не буду давить, я не буду рекомендовать. Я лишь проиллюстрирую вам на фактах, где и как должно было быть, и как было на самом деле. Поэтому вам принимать решение. Начинайте работать, по ходу разберетесь. Что касается вопросов, которые придется решать, они вам понятны. Они абсолютно четко определены соответствующим федеральным законом. Вы даже уверен, не сильно тот срок, который не работали в администрации, не сильно отстали от понимания того, что полномочий будет раза в четыре больше, чем денег на их реализацию. Ответственность придется нести за каждое из них. Соответственно, уважаемые депутаты, я прошу и вашей поддержки в этих вопросах. Потому что в дефиците бюджета, в котором работаем, и мы, муниципальный район, и в целом все поселения нашего района, да и в общем-то 90-95% администрации Краснодарского края, будь то города или муниципальные районы, или сельские поселения, работают с дефицитными бюджетами. Так, в общем-то, выстроена система, система бюджетного финансирования. У нас только четыре города крупных имеют недотационные бюджеты. Это значит, мы будем получать с вами необходимые средства, в том числе из регионального бюджета в рамках государственных программ. А это потребует от вас, безусловно, подготовительной работы, скрупулезной работы на каждом этапе подготовки, документации, работы с программами. Средства распределяются на конкурсной основе, то есть всегда в той или иной программе, чтобы получить деньги на то или иное мероприятие, вам придется победить в конкурсе. Потому что всегда желающих больше, чем средств. И это объективная реальность. Поэтому, чтобы быть лучшими, надо уметь стать лучшими. Чтобы стать лучшими, нужно учиться и хотеть этого, очень сильно этого желать. Это должно быть в команде, пропитано целиком и полностью, от руководителя до последнего специалиста в вашей администрации. Если вы не выстроите эту командную работу, вы лучшими никогда не станете. У нас у Нароковска сельское поселение два года подряд занимает третье место в конкурсе «Лучшее поселение» в номинации, в определенном числовой номинации. То есть проводится конкурс, где там, скажем, населенное население полторы тысячи. Это одна номинация, три тысячи другая, пять тысяч третья. Так вот, они занимают третье место и получают грантовую поддержку. Они борются со всеми поселениями сельскими Краснодарского края в этом сегменте, в количественном сегменте и побеждают. На последний грант они купили трактор для обслуживания своего поселения. Стоит побороться? Стоит. Стоит поработать над этим? Конечно. Вот я хочу, чтобы вы выстроили так работу, чтобы мы имели с вами возможность такие сюрпризы получать приятные. И это, поверьте, доступно. У вас и так сегодня немало объемов региональных программ и федеральных программ здесь работает. С учетом того, что еще Минздрав по своей линии добавляет, да, этот спектр и перечень еще можно шире трактовать. А это региональные полномочия, региональный бюджет напрямую. Соответственно, вы можете точно быть уверены, что вы сегодня, Сибайское городское поселение, как и в целом район, живем в уникальное время возможностей. Индивидуальный план дает нам право не менее 690 миллионов в год, с одной стороны право, а с другой стороны накладывает обязанность из регионального бюджета забирать денежные средства на социальный проект. Это, конечно, общерайонная цифра, но и объекты Сибайского городского поселения там присутствуют, и о ряде из них я говорю. Что требуется от вас? Казалось бы, все уже сделано. Губернатора убедили, средства имеем. Значит, от нас с вами требуется, уважаемые коллеги, 690 миллионов частных инвестиций привлечь в экономику нашего района. Потому что индивидуальный план – это не только про спортивные комплексы, про дороги, про фапы, поликлиники. Это еще и про развитие производительных сил, как источника налоговых поступлений и рабочих мест. Вы можете спросить, а что же может сделать псибайское поселение? А псибайское поселение многое что может сделать. На сегодня одной из самых динамично развивающихся отраслей в нашем районе является туризм. Так вот, практически ни в одном генеральном плане нашего района нет площадок для развития этой динамично развивающейся отрасли. Что такое динамично развивающаяся отрасль? Это отрасль, в которую инвесторами вложено в последние 5 лет больше всего денежных средств. И средства эти исчисляются десятками и сотнями миллионов. Это значит, что в этой отрасли работает наибольшее количество инвестиционных проектов, которые мы сопровождаем. А это значит, все поселения нашего района обязаны в генеральных планах отработать, и сейчас эта работа идет полным ходом, в жизни местных жителей, не нарушая этих вещей, работать в последующем, в ближайшие 10 лет на развитие отрасли. И не только этой отрасли. Это серьезный градостроительный документ, который закладывает основу развития в тех направлениях, в которых мы с вами можем видеть перспективу. Соответственно, нужно, конечно же, этим заниматься. Сейчас, сходу, заходя в администрацию, в первую очередь. Потому что это фундамент, на котором потом много что выстраивается. Далеко ходить не будем. Яркий пример. Компания КНАУ «ГИПСКУБАНЬ» готова масштабировать свой проект. Они не могут этим заняться до тех пор, пока не будет откорректирован генеральный план псибайского городского поселения. Задача, безусловно, задача. Ее надо эффективно выполнять. Мы, конечно, вам поможем в этом разобраться. Поможем с уровня районной архитектуры. Татьяна Николаевна Антонова ведет персонально эту работу с главами поселений. Но вы должны понимать, ВАЗ-14, она одна. Если от вас не будет персональной активности и ваших коллег в администрациях, то победят лучшие. Дальше я хотел бы настроить вас на то, что все, что касается серьезных и глобальных проектов, вам, наверное, придется просто дисциплинированно работать с нами для того, чтобы они были реализованы. А нам дисциплинированно работать с регионом. Я не даром упомянул о том, что ваша кандидатура одобрена была губернатором Краснодарского края и поддержана Высшим Советом партии «Единая Россия». Потому что именно и этот человек персонально, и эта партия сегодня несут персональную ответственность за то, что происходит. И за удачи, и за неудачи. Поэтому вам надо двигаться в понимании того, что у нас должна быть только удача. Потому что если у нас будет неудача, то это уже будет история не про нас. И это справедливый подход. Я вам обещаю, как глава района, до тех пор, пока я буду трудиться в районе, я буду помогать, как помогаю сегодня, буду помогать каждый день, каждый час, каждый месяц, каждый год. Для того, чтобы все, что мы с вами наметим, было реализовано. В чем я не смогу вам помогать, так это в подметании двора, в уборке мусора, в погелке. Вот тут точно не смогу и не буду. Потому что исключительно считаю это делом местного населения, актива, администрации. От организации этого процесса до картинки, которую вы нарисуете в поселке Псибай. И здесь у вас есть системные проблемы. И примером тому является прошедший год. Мы обязательно поговорим с вами отдельно, с участием тех людей, которые, на мой взгляд, обязаны были этим заниматься в Псибайском городском поселении. Что не получилось, тоже проанализируем. Для меня этот анализ очевиден. Я поделюсь с вами своими впечатлениями. Расскажу, как надо поступить. А дальше все в ваших руках. Уважаемые псибайцы, уважаемая глава Псибайского городского поселения. Не все так плохо, может, как я тут накручиваю, да? Но, тем не менее, вы должны понимать, что я-то хочу, чтобы было намного лучше. Поэтому давайте все вместе дружненько возьмемся за дело. Времена сейчас непростые. Абсолютно непростые. Мы с вами сидим в теплом, уютном зале. А часть моих коллег сегодня вместе с жителями, которые участвуют в проекте своих, не бросаем. Занимаются формированием очередного груза бойцам специальной военной операции. В том числе и нашим с вами, и прежде всего, нашим с вами землякам. Я хочу вас искренне всех поблагодарить, кто участвует в этом проекте. Светлана Ивановна Силютина сегодня здесь у нас в зале? Нет, да? К сожалению, нет. Она участник автопробега, посвященного непокоренному Кавказу. С Владимиром Геннадьевичем Асовским делает большой военно-патриотический пробег. Хорошую, большую, яркую работу. И тоже все то, что было сделано до этого. И, конечно же, я хотел бы ее поблагодарить, потому что именно Совет ветеранов стал той структурой, которая аккумулирует денежные средства, которые вы перечисляете. И еще раз хочу подчеркнуть, у нас нет дополнительных людей. Десять миллионов, более десяти миллионов ваших средств, уважаемые жители, в том числе ваших средств. Моих коллег администрации, которые ежемесячно перечисляют однодневный заработок. И сделали для себя это почетной обязанностью. Более десяти миллионов собрано, приобретено специальное военное оборудование, квадрокоптеры, различные устройства и приборы ночного видения. И что мы только не покупали за это время. И одежда в начале пути. И, конечно, уже специальное оборудование, когда уже в войсках стало получше со снабжением, когда подразделения начали дислоцироваться уже более или менее не перебазируясь. И я хочу попросить вас каждый день, приходя на работу, помнить об этом. Потому что все, что происходит сегодня в нашей жизни, это большое счастье, что мы здесь говорим о десятках миллионов бюджетных денег на социальные объекты, на развитие инфраструктуры, а они там бьются за то, чтобы мы просто были живы. Поэтому давайте помнить об этом каждый день. И помогать. Кто чем может. Мы не ждем ни от кого миллиардов. Мы не просим бизнес о миллионах. Мы просим о посильном участии. И вас, Алексей Евгеньевич, попрошу здесь эту работу продолжить. С активом, с депутатским корпусом, с руководителями предприятий и учреждений. К большому сожалению, не все так думают сегодня. Не все участвуют. Это печально. Это печально, и это расстраивает, и порой выбивает из колеи. Особенно тогда, когда заказов на 2 миллиона, а на счете 50 тысяч рублей. Вы знаете, я часто общаюсь с парнями, находящимися там напрямую. Мы вообще взяли за принцип передавать из рук в руки все то, что вы аккумулируете, и мы покупаем. Вот Сергей Лещенко сидит здесь с сыном. Они знают это не по-наслышке. Сережа, спасибо вам большое и вашей супруге, и сыну. Это ребята, которые грузят все то, что куплено, и везут на передовую, передавая из рук в руки. И директор Мостовского водоканала седьмым рейсом грузится. Он, по-моему, рекордсмен сегодня по доставке. Нет? Наверное, вы рекордсмен. Кислова. Кислова Галина. Девушка из Мостовского, Галина Кислова, которая не останавливается. И группу ведет, и средства собирает, и приобретает, и самовозит. Можно я закончу, да, коллеги? Будет у всех возможность сказать. Вы думаете, много желающих поехать? Это практически невозможно найти людей. Нам, наверное, кажется, что все у нас тут хорошо. Я хочу, чтобы вы прониклись этим чувством. Может быть, сегодня торжественная сессия не должна была. Я не должен был включать этот блок в свое выступление. Но я с этим живу. Я с этим живу каждый день. Я не могу об этом не говорить вам. Потому что за мной ответственность, как сможет этот район сделать. И если мы понимаем, что происходит, если мы действительно сплочены и стоим плечом к плечу, мы эту работу поднимем на более высокий уровень. Если нам, простите, наплевать, ну, тогда чего нам ждать вообще впереди? Зачем нам что-то строить, что-то делать, улучшать? Для чего? Для кого? Сейчас идет работа по мобилизации. Добровольная мобилизация, безусловно. Это происходит сегодня. Каждый день работает военный комиссариат, работают военноучетные столы. Ну, ни для кого уже не секрет, что мы участники, по сути, Третьей мировой войны. Что у нас 30 стран Запада сегодня сражаются косвенно с нами. Абсолютно не секрет. Поэтому надо как-то все это прочувствовать. Что мы можем сделать здесь? Хороший, правильный вопрос. А мы можем с вами помогать фронту, как можем. Как можем, повторяю. Я не ставлю никаких задач и планок, как можем. Но только каждые. Представьте на минутку. Нас 69 тысяч. На 69 тысяч нам дают 690 миллионов на социальные проекты в индивидуальном плане. Край выделяет эти деньги. Если мы по 100 рублей соберем с вами в месяц бойцам в зону СВО, сколько получится? Как вы можете считать математикой? 69 тысяч на 100. Кто скажет? 6 миллионов рублей. 6 900. 100 рублей в месяц. Мы за больше, чем за год работы 10 миллионов собрали. Участвуем мы в этих процессах? Нет. И каждый сидящий в этом зале задайте себе вопрос. А почему? Значит, деньги у нас сегодня, слава Богу, есть. Их много. С ними надо уметь работать, Алексей Ильич. И это главная и основная задача. Не освоение средств ради освоения, а освоение ради результата. Это главная и основная задача, которая ляжет на вас. Более того, я вам скажу. Сегодня в работе новый документ, который называется план социально-экономического развития. И он объединяет в себе такое понятие, как базовый населенный пункт. И в последующем, в 50-километровой зоне населенные пункты, которые вокруг базового населенного пункта, у нас, ну естественным образом, определен райцентр. Дополнительно к тому, что мы имеем сегодня в рамках индивидуального плана, планируется дальнейшая работа по и в том числе и социальным объектам, инженерным объектам и так далее, и так далее, и так далее. То есть история с индивидуальным планом не закончится. Он временными сроками ограничен, но после этого не наступит вакуум. Конечно, в том случае, если мы победим. А мы победим обязательно. Какой ценой нам дастся эта победа? Потом история нам расскажет об этом. Но если мы не начнем все вместе, тыл и фронт, это делать сегодня, то, скорее всего, придется нам забыть о благах, о которых мы сегодня мечтаем. О которых мы сегодня говорим, как о реальных планах. Я хочу, чтобы это каждый из вас понял. Я хочу донести это до вас, потому что некоторые вещи, поверьте, я знаю глубже и подробнее. Поэтому услышьте это. Что требуется от нас сегодня здесь, помимо поддержки? Добросовестная работа от предпринимателей немного. Сохранять ваш бизнес. В порядке содержать ваши объекты. Чтобы не глава вам ходил, делал замечание, что надо плитку, отвалившуюся на крыльце, поправить. Или цоколь побелить. Наверное, это как-то все-таки не его миссия. Хотя подсказать по-человечески, наверное, надо. Потому что каждый в заботах, каждый бежит. Жизнь сегодня динамична. И еще раз повторю, никто не требует от вас золотого обрамления никакого. Знаете, есть хорошее понятие. Бедненько, но чистенько. Вот так и должно быть. У кого нет возможности сделать красиво и хорошо, сделать и чистенько, пусть будет бедненько, но чистенько. И тогда Псибай заиграет новыми красками. И вы это все уже видели. Потом почему-то немножко расслабились. Теперь, наверное, надо вернуться к этому доброму опыту. И сейчас у вас как никогда наступил тот момент, когда вы, на мой взгляд, к этому готовы. Именно потому, что вы все вместе провели напряженную выборную кампанию. Вы объединили свои усилия. Вы смогли это сделать совместно с коллективами предпринимательского сообщества, коллективами муниципальных учреждений. И, естественно, сейчас сам Бог велел продолжить эту работу уже теперь в созидательном русле, поправляя все то, что, может быть, когда-то не доделали. Исправляя то, мимо чего когда-то прошли, не заметив, либо не захотев потрудиться, чтобы заметить. Давайте будем двигаться поступательно вперед. И тогда, через 10 лет, возможно, Алексей Игоревич, слагая полномочия, может быть, через 15 или 20, я искренне желаю, чтобы, Алексей Игоревич, вы проработали, ну, как минимум, 2-3 срока. Понимаете? Из опыта работы глав я точно вам могу сказать, что первый срок – это разминка, в результате которой удается что-то сделать, но более того, удается наметить планы и осознать, как это можно реализовывать. Самый продуктивный срок у любого главы – это второй. Ну, и если доверяют – третий. Поэтому, я думаю, вам надо, уже сегодня, заходя в кабинет, рассчитывать на то, что вы 10 лет должны завоевывать сердца псевдальцев. Что вы 10 лет должны работать так, чтобы псевдальцы доверяли вам это право. У Анны Николаевны исключение. Она все-таки женщина. И это первое и главное исключение, понимаете? Тем более, единственная и первая псевдальца женщина глава. У вас такого исключения нет. Поэтому я вам желаю искренне, чтобы все действительно так и было. Наверное, в добрый путь пожелать мало. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, потому что на этом непростом ответственном рабочем месте здоровье будет крайне необходимо. Вам хочу пожелать здоровья вашим родным и близким. Я надеюсь, они присутствуют сегодня в зале. Поблагодарить их заочно, может быть, если их нет, за поддержку, потому что поддержка семьи крайне важна человеку, который работает в этой должности. Крайне нужна и крайне важна, потому что без этого невозможно. Как и без поддержки коллег, депутатов, жителей, общественников. Все бойцы всегда были тут дружной командой. И я это знаю не понаслышке. Они гордые. Надо с ними всегда вместе чай пить, обсуждать вопросы. Тогда точно будет все в порядке. Но не в чае дело, конечно. Наверное, во внимании, во взаимном уважении, в обсуждении вопросов, которые требуют решения. Вот это, наверное, самое главное. Ну, а чай-то так, чтобы согреться. Ну и, конечно, я хочу пожелать вашей семье благополучия весь этот выборный срок, чтобы они были спокойны за вас, а вы спокойны были за них. В добрый путь, удачи, Божьей вам помощи. Я благодарю батюшку, что он сегодня присутствует, что священные служители нашего района молились о том, чтобы вы победили на выборах. Я это знаю. Спасибо, Господи. Так и случилось. Сегодня прекрасный праздник Архангела Михаила. Монастырь празднует сегодня день. Наш монастырь, единственный епархиальный монастырь, празднует свой престольный праздник. Поэтому в очень хороший день вы заходите в свой кабинет в качестве главы. Я думаю, это тоже Божий промысел. Мы, честно говоря, когда назначали дату, не подумали об этом. Хотя надо было бы посоветоваться. Но вот Бог так управил, что именно попали вы туда. Поэтому Божьей помощи во всем. Ну и что еще? Ну а я вам буду добрым помощником, как я уже вам сказал. Что бы вы ни делали, советуйтесь, спрашивайте. У вас прекрасные депутаты районного совета, опытные здесь присутствующие, и молодые, и взрослые, опытные люди. Каждый из них по-своему опытен, в своих вопросах компетентен. Поэтому если вы будете с ними советоваться, как и с депутатами вашего совета, вы точно приобретете, ничего не потеряете. Поэтому сделайте их своей дружной командой. Это будет правильно. В добрый путь, удачи, всего самого доброго. В добрый путь, удачи, желаю всего доброго. Ребята собирают с фронта заявки. Если они что-то не вытягивают сами, они идут к нам, мы фондом подключаемся. Для того, чтобы максимально в короткие сроки удовлетворить все потребности. Поэтому совет ветеранов, как структура, вокруг которого создан фонд, но это не фонд на самом деле, а группа людей, счет официально зарегистрирован. Есть возможность перечислять с телефона, наличными деньгами через Сбербанк, гуманитарную помощь аккумулировать, приносить ее в советы ветеранов, а главы помогут доставить ее в райцентр. Поэтому вот такой алгоритм. Все просто и понятно. Адресно отправляли. Адресно? Да, отправляли. Да, пожалуйста. Ну и чудесно, это здорово. Я вам и говорю, что я вас благодарю. Вы задали вопрос, куда? Вот запомните, главы и руководители советов ветеранов, это два человека, которые все знают, куда. Все понимают, куда. Если недостаточно рекламы фонда, это тоже вопрос к ним. Понимаете? Поэтому наша задача достучаться до сердца каждого. Я об этом говорил. Услышьте, вот я об этом говорил. Не о том, что вот вы сидящие в этом зале там что-то не делаете, или вы все все делаете. Мы это знаем. Мы знаем вас поименно всех. И спасибо вам за это. Еще раз. Все, давайте продолжать. Спасибо. Итак, хочется немножко от себя сказать, отступая от протокола. Я хочу поблагодарить Анну Николаевну от совета и от себя лично за продуктивную работу, за вот эти пять лет, которые мы проработали плечом к плечу. Много сделали. Но хочется сделать еще больше. Поэтому, Алексей Игоревич, я надеюсь на продуктивную работу с вами. И то, что наша работа будет так же дружна, как и была с Анной Николаевной. Итак, уважаемые депутаты, приглашенные. Слово предоставляется главе Псебайского городского поселения Букину Алексею Игоревичу. Уважаемые жители Псебайского городского поселения, президиум, гости. Со словами искренней благодарности обращаюсь ко всем жителям поселков Псебай, Перевалка, Бурный, Никитина, Кировский, которые пришли в деголосование на избирательные участки и отдали свои голоса в мою поддержку. Уважаю выбор каждого избирателя. Особенно хочу поблагодарить всех, кто поддержал мою кандидатуру. Главу муниципального образования Мостовский район, команду районной администрации, депутатов всех уровней, предпринимателей и руководителей Псебая, работников бюджетной сферы и культуры. Благодарю вас за доверие, которое я постараюсь оправдать ответственной и результативной работой. Особые слова признательности выражаю всем членам территориальной избирательной комиссии и членам участковых избирательных комиссий. Благодаря вашей ответственной профессиональной работе двухдневные выборы в период с 9 по 10 сентября 2023 года проведены на высоком уровне. Нет сомнений, что выборы были конкурентными. Они прошли прозрачно, честно и открыто. В полной мере сознавая ответственность, которая на меня возложена, заверяю жителей, что приложу все свои силы, знания, опыт для решения проблем наших поселков и создания условий для процветания их территории. Я надеюсь и на ваше активное участие в делах, которые приведут к улучшению жизни и поселений, выражая свою признательность и уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве на пользу псепайской земли. Будем, как и прежде, опираться на объединяющие жителей псепая ценности трудолюбия, солидарности, верности своему делу и своей земле. Приложим все усилия для того, чтобы наш поселок с каждым годом становился все более привлекательным, более комфортным для жизни, для бизнеса, для работы и отдыха. Постараюсь быть максимально полезным жителем. Уверен, многое удастся сделать сообща. Со многими придется справиться. Этот курс на перемены нам нужно сохранить, так как работать будем единой командой при поддержке администрации нашего района, депутатов, руководства Краснодарского края. Спасибо вам за доверие, за вашу веру в мои силы и опыт, который я постараюсь оправдать ответственной и результативной работой. Спасибо за внимание. Спасибо, Алексей Игоревич. Итак, торжественная сессия Совета Псебайского городского поселения, посвященная вступлению в должность главы Псебайского городского поселения, объявляется закрытой. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Субтитры создавал DimaTorzok Просит народу свою сыновь, Вечерна, герна, долёна, Просит народу забрёт, Славься, страна, мы надеемся на мой. Купаты, наша Родина, Деково, наш Бурноты! Славься, моя, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.